Доброго пятничного вечера всем телезрителям телеканала РТР Молдова. Как всегда в это время в эфире итоговая программа Вести Молдова. В студии Алиси Кайряк. Узнаем, что принес нам последний рабочий день этой недели. Итак, главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бизнесмен Вячеслав Платон хотел баллотироваться в президенты, да не смог. Пенитенциар номер 13, в котором находится Платон, внезапно закрыли с утра на дезинфекцию. В связи с этим Вячеслав Платон не смог прийти в Центр избирком, чтобы довести до конца процесс его регистрации в качестве кандидата на пост президента Молдовы. О своем желании баллотироваться Вячеслав Платон объявил накануне. Он даже успел сформировать инициативную группу по сбору подписей в свою поддержку. Дело оставалось за малым – лично поставить подпись на документах в ЦИК. Однако сегодня в тюрьме номер 13, где находится бизнесмен, решили внезапно провести дезинфекцию. Никого не впускали и не выпускали с самого утра. Адвокаты и прокуроры по телу Платона безуспешно пытались войти в тюрьму. Это абсолютно невозможно, чтобы в рабочий день, который длится с 8 утра до 5 вечера, работа в подобном учреждении была прервана в связи с якобы проводящейся дезинфекцией. Для этого есть совсем другие часы. Обещание жевало о том, что в 14 часов мы сможем зайти, оказалось ложным. Действительно, двери тюрьмы открыли для посетителей только в половину четвёртого. Вячеславу Платону так и не предоставили возможность поехать в Центр избирком. По словам адвокатов, это очевидное нарушение прав человека, учитывая, что Платон соответствовал всем требованиям для кандидатов в президенты. На сегодняшний момент статус обвиняемого, но законодательство позволяет, потому что лицо, которое не может баллотироваться в президенты, это лицо, судимое, либо имеющее судимость. В данном случае Вячеслав Платон защищён презумпцией невиновности. Сегодня последний день приёма заявок, а значит Платон не сможет включиться в президентскую гонку. Если бы не дезинфекция бизнесмена, как кандидата на пост главы государства, должны были немедленно освободить из-под ареста. Напомню, молдавские прокуроры обвиняют Платона в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Они предполагают, что в результате незаконных действий Вячеслав Платон вывел с банка дикономии более 800 миллионов леев. Обвинение основывается на показаниях другого бизнесмена – мэра Аргеева Илона Шора. Вячеслав Платон все обвинения отрицает. Таким образом, на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал заявки 16 инициативных групп. Ещё 8 находятся в процессе рассмотрения. В последний день своё желание стать президентом Молдовы высказали бывший премьер-министр Василий Тарлев, общественница Майя Лагута и Джорджета Савицки. 9 сентября истёк срок подачи заявок. На следующем этапе инициативным группам необходимо собрать подписи в поддержку своего лидера. Сдать подписи нужно до 29 сентября. И в продолжение темы предстоящего избрания главы государства. Представители молдавской диаспоры в Российской Федерации считают, что их голоса во время выборов президента могут быть неуслышаны. Они требуют увеличения количества избирательных участков. В письме, адресованном руководству Молдовы, перечислены города, в которых проживают многочисленные диаспоры молдаван, но они не могут проголосовать. Это Сургут, Нижневартовск, Костромат, Юмень, Курск. Ответ общественники пока не получили. Меня оскорбил факт, что в Москве было открыто очень мало избирательных участков. Тоже в Санкт-Петербурге. Зато в Новосибирске, где проживает тысяча молдавана, проголосовало всего 23 человека, тоже был открыт один участок. Чужими являются те, кто в Приднестровье, те, кто уехал в Россию, Европу, Америку, Канаду. Мы все часть этого народа. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». Чартерный рейс из Киева, которым был экстрадирован бизнесмен Вячеслав Платон, оплачен из бюджета. Самолет был украинским. Перевозка Вячеслава Платона из Украины в Молдову прошла в соответствии с законодательством, нормами защиты и безопасности. Это было проведено в рамках сотрудничества между ведомствами двух государств. Чтобы избежать риска и обезопасить наши действия, коллеги из Украины предоставили нам самолет, принадлежащий одной из украинских компаний. Предусмотрено, что затраты покрывает Генеральный инспекторат полиции. В инспекторате для оглашения стоимости чартерного рейса потребовали запрос. Он уже направлен в ведомство. На данный момент фигурирует всего две цифры. Адвокат Платона Анна Урсаки говорит о 40 тысячах. Лидер нашей партии Ринато Усаты заявлял, что экстрадиция Платона в целом обошлась в 15 миллионов долларов. В списках избирателей продолжают оставаться те, кто ушел из жизни. Журналисты «Райс» проверили списки граждан, похороненных в 2014-2016 годах на кладбище Святого Лазара, Анно-Жедойна и Центральном Армянском. Около 100 человек из них все еще числятся в государственном реестре избирателей. Напомню, в 2009 году количество обладателей права голоса выросло на 400 тысяч по сравнению с 2007 годом. В ближайшие недели в аптеках появятся отсутствующие медикаменты. Согласно сообщению Агентства по лекарствам и медицинским препаратам, на рынке отсутствует около 60 наименований. Из них 36 не имеют аналогов. Речь идет о медикаментах, применяемых в офтальмологии, онкологии, при лечении эпилепсии и ишемической болезни сердца. Среди причин их отсутствия агентства называют просроченные сертификаты на препараты и отказ производителей поставлять медикаменты в Молдову. Установленные цены не покрывают расходы на производство. Всего в государственный номенклатурный список внесено 5 716 наименований медицинских препаратов. Продолжаем выпуск. Депутаты с запозданием отметили 25-летие независимости Молдовы. На торжество во Дворец Республики пригласили представителей иностранных депмиссий и европейских парламентариев. Друг с другом они общались охотно, с прессой не желали. В очередной раз говорили о важности евроинтеграции. Более открытыми оказались послы и евродепутаты. Они отметили от слов, давно пора переходить к делу и сокращать пропасть между властью и народом. А народ тем временем стоял в пробках по случаю этого события. На торжественную церемонию, посвященную празднованию 25-летия независимости Молдовы, было приглашено 300 человек. Депутаты парламента, послы, европейские парламентарии. Церемония продлилась два часа и состояла из нескольких выступлений. Председателя парламента Андриана Канду, председателя Конституционного суда Александра Тенасия, а также двух еврочиновников. Впрочем, празднование независимости напоминало больше концерт для узкого круга лиц. Церемонию бойкотировали коммунисты и либерал-демократы. Последние объяснили свое решение тем, что им не разрешили выступать с трибуны. Также ВЛДПМ считает, что правительство дискредитировало праздник, установив 27 августа на площади забор, отгородив себя от простых граждан. «Мы не участвуем в ВИП-хорах власти», – сообщил председатель фракции Тудор Делил. Европейские чиновники от приглашения отказываться не стали, но, по их убеждению, пропасть между людьми и властью налицо. «Сейчас одна из самых больших проблем в Молдове – это отсутствие связи между народом и властью. Я надеюсь, что в ближайшем будущем политики будут работать над сокращением этой пропасти, над тем, чтобы было больше доверия, больше прав человека и больше сотрудничества по всем направлениям». Петерс Ауштрявичусь также отметил, что за 25 лет с разных трибун в Молдове звучало множество обещаний. Но далеко не все они были выполнены. По его мнению, пришло время действий, а не пустых заявлений. Представители иностранных депмиссий в Молдове в целом считают, что у страны есть большой потенциал. Но его можно раскрыть, только перестав оглядываться по сторонам и отказавшись от геополитических дрязг. «Самое важное препятствие – это внутреннее препятствие. Молдова должна объединиться внутри. Может быть, даже мы не должны думать о том, должна она идти путем западным или восточным. Она должна идти молдавским путем, путем обновления, путем инвестиций, путем развития, путем гордости национальной. Конечно, есть вызовы, которые до сих пор существуют. Нужны усилия, чтобы улучшить условия здесь и политические, экономические, социальные и так далее. Но надо быть оптимистами, потому что без оптимизма, я думаю, что все будут терять надежду. Это не надо». Отметим, что 25 лет независимости вся страна отмечала 27 августа. На площади Великого национального собрания в Кишиневе прошел парад. Однако в связи с установленным забором посмотреть его удалось немногим. Первый раз за несколько лет празднование также смешалось с протестами. Новости столичной жизни. У предприятия по канал «Новый директор». Им стала теперь бывшая глава управления финансов Кишиневской мэрии Вероника Херца. В первый рабочий день в гущу событий ее окунул мэр Кишинева Дарин Киртуака. Они вместе отправились проверять состояние очистных сооружений. Те действительно нуждаются в экстренной модернизации, говорят специалисты. И пока это не случится, над городом продолжит стоять специфический запах. Дурно пахло всем приехавшим только не Дарину Киртуака. Он опять пытался убедить журналистов, что воздух чист и свеж, а источником зловония являются вовсе не очистные. Отсиживаться в кабинете новоиспеченному директору АПКанала Дарин Киртуака не дал. В первый же рабочий день градоначальник отправил Веронику Херцу в место, куда стекаются канализационные стоки со всех уголков столицы. Правда, сам градоначальник на очистные сооружения не спешил. Пока он опаздывал, экс-глава управления финансами мэрии успела и проверить все, и едкими испарениями надышаться. А вот Дарину Киртуака ничем не пахнет. Очистные работают в нормальном режиме, заявил мэр, поэтому никаких неприятных запахов быть не может. «Попросту материя, которая здесь, на очистной станции, перешла ее границы и въелась в мозг некоторых людей, которым нечем заняться. Они критикуют, унижают, издеваются, придумывают референдумы и прочие грязные дела. Их место в геотубах, где мы складируем ил». Система геотуба в себя не оправдала. Власти города уже давно говорят о необходимости реконструировать очистные. Европейские партнеры по развитию готовы выписать кредит, но вся загвоздка в том, что Наре не утвердила новые тарифы. Теперь АП-каналу приходится просить в долг у местных банков. «Предполагаем, что на следующей неделе мы получим 2 миллиона евро, которые разблокируют ситуацию по меньшей мере до конца октября. Мы должны двигаться быстрыми шагами в переговорах с Наре и нашими партнерами по развитию, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития». Если очистную станцию модернизируют, и ИИЛ будет обрабатываться механически, неприятный запах в городе исчезнет, утверждают специалисты. «Для того, чтобы исчез полностью запах, эти сооружения просто должны быть закрытого типа с очисткой последующего воздуха, что при реконструкции предусматривается». Реконструкция очистных сооружений обойдется в 30 миллионов евро. Деньги выделит Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк при выполнении поставленных условий. К другим темам. Министерство просвещения ознакомило журналистов с правами и обязанностями родителей. В ведомство поступило множество жалоб о дополнительных сборах денег за учебники, продленку и питание. Минпросвет предупреждает – обучающих материалов достаточно. Дополнительные родители могут приобретать только добровольно, а учителя могут это лишь рекомендовать. На пресс-конференции Карина Фусу зачитала распространенный пресс-релиз от первой до последней буквы. В нём стандартный набор для начала сентября. Покупать дополнительные учебники не надо, стоимость питания чётко регламентирована, дополнительные занятия в школе проводить нельзя. Дополнительные материалы могут быть приобретены родителями добровольно, а преподаватели могут только рекомендовать, но не собирать деньги и не заставлять приобретать определённые тетради, книги, принадлежности и так далее. Родители в лице журналистов убеждают – всего достаточно. Для этого учебного года было издано 33 оригинальных учебника и 12 в переводе, на что потрачено 27 миллионов 400 тысяч леев. Ученики начальных классов получают завтраки бесплатно, кормят их на 7 леев 45 банов. За обед придётся платить, эту цену определяют уже по месту. Собирать деньги в фонды школы и классов можно только при наличии в учебном заведении зарегистрированной ассоциации родителей. Тут министерство сознаётся, информацию черпают не только из обращений ведомства, но и в соцсетях. Взносы варьируются от 50 до 2000 леев. Однако никакой реакции, одобрения или поощрения на лице министерства не видно. И вот тут неожиданность – в школах пройдут проверки, незапланированные. В сентябре и октябре Министерство просвещения осуществит незапланированные проверки в учебных заведениях. Они будут осуществлены национальным школьным инспекторатом. Судя по тому, что назван даже период проверок, внезапными они уже не будут. Такими были новости последнего рабочего дня этой недели. Но сайт нашего телеканала rtr.md продолжает для вас работать и в выходные. Следите там за развитием событий в стране и мире. Я же Олеся Кайряк на этом с вами прощаюсь. Удачного вам уикенда и до встречи в эфире на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!